Реально частые перебои с водой. Воды вообще вот надо, вот там придешь с работы, например, ну вообще, то она бежит, то ее вообще нет. Это просто безобразие. Ладно бы там два раза в год, там три раза, но каждый месяц не по разу, это вообще безобразие. Я считаю, что надо вернуться к каким-то, может быть, прежним, хорошим хотя бы временам сотрудничества с водоканалом. Я надеюсь, что не будет такой проблемы. Вы считаете, что нужно, чтобы водоснабжение за ним следил город? Конечно, конечно. Напомним, вчера глава города поддержала общественную инициативу Евгения Зыбина и Андрея Силаева по переводу сетей водоснабжения на баланс города. Для этого создается специальная рабочая группа. Это непростой процесс и важно, чтобы были проведены необходимые мероприятия. Инвентаризация имущественного комплекса и обязательств по исполнению концессионного соглашения, работа по установлению тарифов и прочее. Уверен, что надо расходиться цивилизованно и организованно, написал глава своим Инстаграм. За расторжение концессионного соглашения высказались несколько тысяч березняковцев. А ранее перевод сетей поддержали в Единой России и ОНФ. Я знаю, что жители Березняков сейчас собирают подписи за расторжение с Березняковской водоснабжающей компанией. Я поддерживаю эту инициативу. Как сопредседатель общероссийского народного Пермского края. Также хочу сказать, что лично беру на контроль данную ситуацию и считаю правильно, чтобы в каждом крайне жителей Березняков была вода. Эксперты называют плюсы этого решения. Во-первых, это нацеленность на результат. Бесперебойное водоснабжение в Березняках. У частной компании, как ни крути, основная цель – излечение прибыли. Отсюда и возникает желание постоянно экономить на всем – на ремонтах, на аварийных бригадах. Освоение составляет только 74% от плановых показателей. Все шишки из-за многочисленных аварий валятся на городскую администрацию, а власти сейчас по факту не отвечают за эту сферу. Передача сетей обратно в управление городу устранит это противоречие. После передачи сетей городу уже городские власти будут нести ответственность перед жителями города, состояние и работу водоканала. Я вообще за это согласна. Чтобы лучше город отвечал, наверное. Я так думаю. Ну, возможно, да, по крайней мере, будет кого спросить. Для городских властей главная не прибыль, а хорошая работа системы водоснабжения. Нужно серьезно вкладываться в обновление сетей, а не латать дыры. А дополнительные деньги реально получить на краевом уровне и федеральном виде субсидий и участия в целевых программах, таких как чистая вода. И на этом моменте заострю ваше внимание. Субсидии дадут муниципальному предприятию, а не частной конторе. Поэтому возвращение сетей обратно в город – это еще и возможность увеличить инвестиции в капремонт сетей в разы.